Как сохранить природу, какие штрафы за незаконную вырубку предусмотрены? Об этом говорили представители комитета экологии в Шимкенте. Они поручили местным исполнительным органам контролировать работу и усилить реализацию проектов по озеленению мегаполиса. Одна из основных задач – сохранение лесного пояса в стране. Для этого в комитете просят провести не только полный осмотр редких растений, но и сохранить их. В комитете пообещали увеличить зарплаты работникам лесного хозяйства. Внедрены новые нормы для сохранения природы и зеленого пояса. Местные исполнительные органы ответственны за работу на местах. Что касается штрафов за вырубку, там размер выплат зависит от количества вида испорченного или вырубленного растения.